Масочный режим обязателен. Регионы страны постепенно принуждают своих жителей соблюдать хотя бы элементарные меры защиты. Накануне в их число вошел соседний горный Алтай. В нашем крае заявления о масках пока не делали. Люди делают выбор сами. Я просто как в возрасте, так я боюсь, например. Раз в неделю я выхожу все равно с маской. Но я сейчас ее сняла, потому что я уже ходила тут в аптеку. Я вот хожу с маской. Считаю, что нужно. В обязательном порядке. В обязательном порядке. Страшно иногда на улице находиться, особенно в общественном транспорте ездить. Это действительно. Когда утром едешь на работу и 20 человек стоит с тобой лицом к лицу, это страшно. Но половина опрошенных уверены, маски не нужны, а масочный режим тем более. Нет. Я не верю вообще в этот коронавирус. Думаю, что нет. Просто я отношусь к этому немного по-другому. Не, не надо. А потому что это обыкновенная, никакого пандемии нет. Все нормально. Все будем живы и здоровы. И вам здоровья. Но если раньше такое отношение к собственному здоровью можно было объяснить дефицитом защитных средств, то сейчас практически в любой аптеке маски в наличии. Маски. Вот такой вариант у нас привезли сегодня. 50 штук, 109 рублей. Идет вот такая упаковка из 10 штук и такая упаковка из 5 штук. Сколько есть? Здесь получается 5 штук, 158 рублей и 10 штук, 317 рублей. Если вы все-таки вынуждены выходить из дома и посещать общественные места, то делать это лучше в защитной маске. Ведь сейчас ее можно купить практически в любой аптеке города. И, кстати, продают маски уже не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах все в наличии. С 12 мая масочный режим планируют ввести в Крыму, Московской и Челябинской областях. Роспотребнадзор Алтайского края, а наш регион занимает 4 место по Сибири в рейтинге по числу заболевших, также сделал заявление о необходимости введения такого режима. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.